Я не понимаю. Это просто. Подумаешь в 40 тысяч. Я тут успела бы убежать. Да-да. Посмотрелся. Я до чего убежал. И что сделал Бог? Ну, Бог позволил, чтобы действительно все в полиции впереди, после этого. Ведь все же было, все же у вас прекрасно обошлось. И Бог это смотрел, как эвитировать. Ну, Бог позволил и войны, и голод, и множество различных других вещей. Не надо, это по-другие вещи. Потому что войны бывают разные. А здесь-то Бог позволил. Я не думал, как вообще. Но это единственное, но это вероятность. Война, это смерть. Такая смерть. Почему Бог позволил? Ироды, убить этих воде. Когда война была, ну, абсолютно была незачема. Ну, ушла же Богомателем. Унесла своего креста. Значит, после этого, как-то, в Новом Старом Завете, эти рубки Моисея, да, отвел Бога от них, когда он хотел убить своего сына. Отвел. Подменил. Абрама, да. Совершенно верно. Подменил эти самые тельцовки. А здесь что получилось? Ну, я не знаю почему. И не хочу знать, я понимаю. Я хотела бы знать, но я не могу. А я знаю почему. Почему? Это драматургизм. Это драматургизм. Да. А иначе не построить. Не построить иначе этот ужас. Вот. Они ушли. И что? А вот все. Это же не то совсем. Нежнее. А вслед им неслись эти, влачь и младен вспомеваемых. Это драматургизм. Иначе не построить. Не будет, не будет белого, не будет черного. Невчина не будет. Так что все, все, так сказать, законно проезжается. Складывается драматургия. Это Библия. Шесть это. Жития этих людей. Ну да, но предположим, драматургия действительно складывается. Я согласна, что вы правы в чем-то. Но при этом, то есть, может быть, конечно, я и далека от православия именно по мировоззрению, каким-то действиям своим. То есть я не стою там всей мощной, по положим, как это происходит. Между прочим. Ну да. Между прочим. Между прочим, да, да. Но это, может быть, конечно, должно мешать мне относить себя к христианской религии, или таковой к православию, к восточному нашему христианству, даже как таковому. Но при всем при том, я знаю, что я неплохой человек, что я христиан. А почему? А почему он неплохой христиан, кажется, вместе? А почему это вместе? Ну потому что я верю, потому что так, ну, иначе я не могу сказать. Да неплохой человек и вся. И сильного человека, я считаю, лучше многих других, что вы ходите в музеи, в отличие от своих, в нашу компанию как-то прибились. И вовсе, это все не значит, что я верующий. Ну, почему религии обязательно должны играть вот именно в таком контексте роль? То есть, как бы, если ты верующий, если ты носишь себя как православие, то ты делаешь что-то и вот… Да, да. Так это вы не говорите что-то. А вы не делаете того-то и того-то и того-то. Я не делаю. Вы считаете себя верующим. Но сейчас вы не какая-то христианка, чисто говоря. А кто же я? Язычный человек. 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 Ну, это, пожалуй, самое важное. Конечно, да. Вот это тоже так думаю. Человеку надо с гордостью принимать и смерть, и рождение, и не прячется за определенные штучки, что там какой-то мир существует. Никто не прячется. Я считаю, что здесь нужно сделать. Ну, да, никто не прячется. Ну, как бы, по крайней мере, я считаю, что здесь нужно добиться всего что-то нового. Никто не прячется. В общем, как прячется. Кто? Да все. Да все. Мы еще не должны говорить. Вот. Все это страшно. А тут правда там что-то и есть. Нет. Ответственность. Как это? Ну, он данный начальник. В начале не выяснил? Нет. Нет. Вот этого никто не понимает. Ну, Александр. Ведь он не в этом печатается. А чего он печатается? В том, что не знает, что дальше. Так даже не то, что не знает, он знает, что дальше. Если он покончен с собой, он самоубийцем. Ну, он точно будет в аду. Да. Значит, думать о том, что там, что там в аду будет. Вот что его страшит. Вот какие сны там в этом сне, да? Что же он там будет делать? Страх вечных мужчин? Ну, конечно, да. Это они тоже не понимают. Все читают так. Выпогрозят. С Мухтановской, там столько угодно. Они читают это быть или не быть. Быть или не быть. Быть или не быть. Быть или не быть. Не в этом дело совсем. Для мужчин в то время, особенно, погибнуть в бою – это неестественно совершенно. Но вопрос в том, что дальше-то, что вот это не было. Ведь чем печалится папа, который давлен старше? Ничего. Ну, хоть реформить его. Вот он вызывает сына и говорит. Ты понимаешь, что случилось? Не в том дело, что меня он убил. Да, братан? То есть с ней? А с ней. То есть я попал по этому в ад. Я молиться не успел, я попал в ад. Вот что тревожит отца. И вот здесь, это шел средневековые вещи. Но она вот здесь возвращается, что не в том, где человек погибает, а в том, что погибает, оказывается в ад. И вот это же и спокойно-то габлата. Там много чистых вещей, которые сейчас совершенно не просчитываются. Поэтому Гавлит никогда не будет правильной интерпретированной. Пока вот не поймут, что Гавлит вовсе не передамил человеку. Что он верующий. Абсолютно. Что у вас там? Звонят. Ну вот. Это было ваше. Ваше звонят оттуда. Да. Друзья, я не думаю. Я пройду. Ага. Ваше звонят оттуда. Поехали.